пришли в музей вашингтоне значит ничего мы не успеваем никакой даунтаун поехать не успеваем музей этого воздушный air and space написано значит воздушно-космический музей так конечно безусловно меня здесь ничего такое не интересует ну коль уже здесь посмотрим самолётики самолётики бесплатный музей мальчишкам интересно бы тут посмотреть классно там двигатели фотографировать везде можно снимать везде можно вот под ангар такой большой большой ангар и подвешенные эти самолётики самолётики если успеем куда-то доехать вот эта черная птица я даже не кому что это за такое такая страшная военная наверное да такая страсти не дай бог она выглядит как страшно боже мой кошмар пошли по лесенке в америке много вот такого вот он качалка какая-то туда залазишь и тебя там мотыляет как космонавта в космосе в америке очень много таких вот музеем музеев но пособирают пособирают что-то бац музеи сделали вот но этот конечно грандиозно очень большой да здесь конечно нам там все эти аэроплейный аэроплейный самолеты представлены да все такое я не поняла там внутри вот сажают у тебя колбаса там или или это или это колбаса просто крутится на наш колбаса тебя чушь она просто ну так это это конечно такой большой грандиозный ленте какой да вообще ангар целый да вот а так частенько так это вот пособирают по себе даже в деревне скажем да по-русски пособирают пособирают какую-нибудь ерунду такую нутку и использована ну то ли самолеты какие-то там частные по напишут на них кто на них ездил там какие-то артисты туда-сюда вот по нарисуют сделают раз сделали музей на люди с детьми туда приезжают ходят но так вот они все время вот и вот из ничего делают что-то вот так вот скажем в принципе неплохо да вот страна новая тут лувра у них нет есть конечно музеи классная в чикаго не было еще в этом нью-йорке в чикаго он просто обалденный музей просто всем советую съездить и в чикаго замечательный город такая красота да вот та он обалденный сам по себе и очень замечательная богатая музея собрано все со всего мира вот хоть она эта страна как я говорю не немало они не не старая вот но все равно все равно там есть что посмотреть все собрано все они там все это по закупили денег полно да все это было куплено когда-то красота вообще в чикаго галерея по моему я уж забыла как называется тот музей но он центральный там он огромный вот и там и картины и скульптура все собрано вот это вот страсть видите черная она похожа на подводную куда нить и какая носатая такая ужасная да еще не блестит какая-то матовая вот вот такой музей вертолетики самолетики самолетики вертолетики главное бесплатно хорошо же бесплатно правда а музей большой обслуживать надо много он 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 пустой здесь да вот по идее здесь должно быть что-то быть типа не знаю чем пустой то должно быть там или горючая или чего еще одна какая-то страшная такая машина маленький пропеллер да внутри где какой пропеллер маленький такой сама такая страшная железяка фу где как там он помещался этот бедный лючек кто-то такой здоровый американец и не поместится маленькая кабина вот а здесь его этот самый а он фашистский миссер шмидт вот в мальчике мне скажет и чулина совсем не знаешь на его на этот фашистский этот свастика слышите ну вообще ничего не узнала кошмар ой какая тупая вообще тупая знаю но это вот в действии как-то пущен чем-то там таким бы интересовался запоминал бы это уже америка американский флаг соляете притащили миссер шмидт маленькая кабинка немцы маленькие до летчики что-то она очень маленькая там или она просто глубокая ночью сидит он как в этом в кресле там ну то есть скованный бедный ноги ему не вытянуть здесь какая большая дура видите фотографируется балдеет вау какая носик такой тупой вот эта кабина там большая классно а здесь эти открываются бомбочки кидают да вот эти вот ой боже мой какой большой самолетик discovery у него глазик нарисован да так похоже на акулу да точно мальчики конечно узнают что у united states написано соединенные штаты наса наса мальчики конечно узнают и здесь все но я имею ввиду они все знают что почем это ракета лежит там ракеты и здесь ракета как интересно очень интересно неописуемая красота здесь маленькие ракетки марки ты вам показывала в живую до стоят на нас окном и ездили на мыска канаверал кто не видел видео было где-то месяца полтора назад смысла канаверал там ракеты стоят все можно снимать ой боже мой я думал это живой ленте с этой стороны этот самолет какой-то какой он здоровенный но ему есть название просто что я не знаю на слуху там шаттл а за шаттл стак за шаттл стак вот это вот он а он получается что да он пол вот этот вот этаж вот этому на он берет вот эти две ракеты подумать подмышки себе да получается а где ракеты которые подмышки боже какая здоровая махина а там что посмотрим сейчас мы на вот этого сейчас полетим armstrong костюм этого но это деревяшка это не костюм то есть ними на макет вот ракетки такие здесь кино идет как красиво очень красиво полот полотвию полотвию а ну в общем короче это что видит пилот вот так что вот это такое не знаю арбе салард обзорваешь обзорвай тары что-то космическое куда-то летал на скорее всего вот тут висит тоже вот там вот висит вау какой спутник да спутник у нас тоже музей если у нас в москве есть музея когда за этот там были в россии у меня ой подождите ленте вот с этой стороны это же вот это горючая оттуда в этот а выгорает да вот это да вот такой а чё он стоит на музее он уже не действует этот самолетик не действует она вот это вот там вот еще эти как их маленькие эти спутнички спутнички смотрите этот же вышел уже в открытый космос да амстронг его жена сказала что такого не было это все вранье что он выходил в космос и потом сказали что она рехнутая потом что-то такое писали короче она там какое-то интервью дала каким-то каналом что значит муж все наврал что он в космосе был то есть космонавт слышите как будто он один там же была целая команда людей да это как бы у нас сказала бы жена гагарина там или кого что он наврал что он был в космосе что-то в этом роде там и там это интервью это была такая шумиха какая-то я не знаю точно эту историю какие-то зонтики там наверху да я даже не знаю эту историю но вот я слышала что его жена давала там везде интервью такой но в америке это можно в россии по россии только жена по счету и переступила порог тот любого журналиста или журналист к ней уже мы посмотрели где-то жена была до россияне и даже сейчас не хватало еще какая-то жена давала интервью про космонавтов правда борщ вари космонавту чтобы был здоров чтобы здоров летать знаете какая-то самая на с такими подушками луноходик наверное луноходик модул а пола а вот же видите вот он и вот это что на подвод подушки вот это же плавательная на вот эти вот эти баллоны баллоны оранжевая его там шары чтобы же не утонул то что на этот самый то их высаживали на воде на воду наверное приземлился а в каком году здесь хоть год есть не не вижу в каком году а чего они не пишут год не знаю но интересный музей конечно он не для меня особенно но бесплатный чё если бесплатно предоставили чуть не посмотреть так начать еще ленте еще какая ракета вот такая вот вот такая вот ракета большая хорошая большая ракета так ну там двигатели там пошли какие-то маленькие большие неинтересно тут все у нас времени мало знаете вот такое вот такое потом беленькая я это показывала такая беленькая тика как интереснее здесь все как эти такие маленькие самолетик а это не самолетик это этот он не спали как он бельтопланная надо да типа того ой у меня в молодости был жених дельтапланерист вот как она в молодости относишься и как сейчас вон дельтаплан в котором человек сидит да как гамачки сейчас подойдем и он летал с этого в крыму на кавказе все летал же он здесь приезжал летал там и наездил смысле летать и как мне это нравилось тогда то есть вот его эти рассказы как они там прыгали с этих гор и так сейчас бы абсолютно меня какая разница дельтапланерист он или шахматист лишь бы человек был хороший правда а еще лучше чтоб американец да девочки пусть даже будет трактористом американским но кому как конечно если ты сама если сейчас конечно молодежь застанет страну страны наши до всей украины совсем все становится лучше и лучше особенно россия вообще с мемельными шагами я считаю пошла вверх вот и это да поэтому все лучше и лучше поэтому молодежь сейчас опять этот миссер миссер шмидт миссер шмидт ну вот поэтому наши дети до которые сейчас им достанется вольт ворс чул да вторая мировая война детям конечно достанется все нормально мне кажется не будет такой миграции уезжать за границу позже мне кажется уже вот лет через там 10 10 может нет ну может 15-20 прекратится вот это тоже а то что что давайте поеду за границу улучшать свои условия ну то есть как то так ну будут ездить люди доработать и как-то там за длинным рублем так скажем да но мне кажется такого ажиотажа не будет как раньше как в 90-х что как бы свалить и как можно подальше да и и позже тоже что настолько безвыходной ситуации сейчас на украину все этим говорят про украину про украинских женщин что очень много украинок замуж выходят за американцев украина повалила сейчас сейчас здесь вот говорят не сейчас а вот не сразу после войны вот года два-три назад что очень много украинских женщин это самая приезжая сюда замуж ну замуж не замуж учиться студентами на любимым путями работать как-то там умудряются как-то они с этими визами с этими грин картами играть как-то так поэтому а я уже здесь была или я тут не была вот мальчик какой красивенький такой на это самый да прямо такой блестященький фольгой покрытый самолетик такой шутинг-стар шутинг-стар расстреливающие звезды написано шутинг-шут-шут-шут-шут-шут-шут-шут-шут это стрелять а стара звезда вот такой красивый шутинг-стар какой красивенький да какой красивенький вот такой хорошенький вот и вертолетик там холикоптер подвешенный и здесь такие красота конечно красота неописимая ну вот вам представлена авиация этот а летчик там нету макета нету летчика внутри макета вот такой вот красивый большой самолет ну военная здесь все такое да ну вот и вот и он я видела вот такие вот зеленые с этими вертолет двойной военный вертолет американский видела в живую смысле акте и уже видела я не помню я была на базах статьи мы с разбан там по его там службы по одной заезжали на военные базы никто меня не его проверили у него там есть какой-то permission permission разрешение на въезд вот а меня и никто не это слышите у нас бы на военную базу мы просто база военная то есть не боя база как это все скажу воинской части да ну как сказать да воинская часть заезжали знаете старый какой самолет и старый боже мой касабланка мой как вы станете заезжали мы с ними я там видела какие-то вертолетные площадки но грандиозно знаете такие вот они взлетают там классно хотя на русских и не было может и русские также смотрится грандиозно кто узнает я была на подводной лодке на нашей и на американской было очень похоже между прочим но так это что что смотрю похоже как там кухня расположена на этим камбуз похоже у меня кстати американец там это вот это вот в этом вертолете говорю американец тогда помню когда ну родственника там знакомые хазбанта на эту лодку подводную лодку значит нас повели смотреть в америке это штат алабама там у них все эти базы эти лодочные но она уже стоит она уже на приколе конечно не действующая дальние какая страсть ложечки когда плоская слышите вот худые они эти летчики и богу как они туда помещаются смотрите какой на лыжах да не на лыжах на таких трубах уж все такая махина фу как мне работать ужасно да это же ужасная работа тяжелая у людей вот в такой железяки да вот как она вот это вот дребезжит этой лопасти боже мой ну да так и когда посмотрели когда посмотрели подводную лодку а я говорю им говорю а я была горна россия в россии на подобное вот прямарю похоже а он горит а он горит правда похоже чаша лучше я говорю я не стал и так же ему сказала я смотрела здесь расположение кухни где там эти матросики едят где там то все вот какая же горит лучше ой все побыли мы с вами военный музей воздушно-космонавтики 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 воздуха и космоса ну так сказать air space museum и пошли аутсайд то есть ну да аутсайд говорят же в америке я вас учила что не на улицу пошли да вот слово улица у них стрит это именно направление по которому ты идешь или едешь то есть вот вот например улица этом знаю какого-нибудь куйбышева давайте вспомним вот именно направление в это называется улице а вот сказать что иду на улицу то есть снаружи сейчас выйдут надо горит именно с нами наружу выйду аутсайд имеется ввиду то есть мы все с вами не сайт для пробежала задохнулась пока времени нет подробно показывать вот все пошли на выход security там стояли проверяли эти самые а природа здесь как в россии что-то прямо это вам не флорида очень похожа правда как по россии едут вот эта пальмочка завалясь этого как а и а и в в в в в Продолжение следует...